Здравствуйте, друзья! Вы на канале WP Lovers, где мы говорим о WordPress с любовью и на понятном языке. Elementor обновился до версии 2.0, и в этой версии появились готовые блоки для того, чтобы вы могли собирать свои страницы легко и быстро. В этом видео мы посмотрим блоки и еще дополнительные, менее значимые нововведения, которые появились в этой версии. Ну что ж, поехали! Несколько подписчиков давно мне писали и говорили, почему бы разработчикам не сделать готовые блоки, и как это хорошо в платных сервисах, в специальных, что есть готовые блоки, накидал страницу, настроил эти блоки под себя, прописал свой текст и все готово. И вот это появилось в Elementor. Доступно это в бесплатном Elementor, но есть блоки, как и шаблоны, бесплатные и платные, потому что эти блоки используют бесплатные виджеты и какие-то используют виджеты Elementor Pro. Получить доступ к блокам очень просто, они уже у вас доступны, если вы обновили, естественно, Elementor до последней версии. Нужно посмотреть либо в плагинах, обновлена ли версия, или в консоли обновления. Посмотреть, проверить и обновиться. Для того, чтобы начать использовать блоки, нужно просто нажать «Добавить шаблон», дождаться загрузки библиотеки, и у нас появилась новая вкладочка «Блоки». И вот они все блоки. Вы можете их просмотреть все, а можете посмотреть отдельно по категориям. Как это работает? А работает это очень просто. Например, я хочу накидать быстренько лендинг пейдж. Я пишу здесь «Hero», например, меня интересует «Hero», это вот такая вот большая шапка. Вставляем. И вот мы что получаем. У нас готов первый экран нашей лендинг-страницы. Добавляем еще шаблон. Например, я хочу добавить «Features», то есть функции. Поскольку у меня там смартфон, я и здесь поставлю тоже смартфон. Секция 2 готова. Добавить шаблон. Дальше я хочу поставить «Призыв к действию». Там у нас был светлый блок, поэтому можно поставить темный блок. И вот мы видим, что еще одна секция готова. Добавляем еще один блок. Можно поставить, например, отзывы. «Testimonials». И, к примеру, вот эти. Дальше поставим еще какой-нибудь блок. Например, вот этот блок со статистикой. Вот такой. И в заключении поставим блок с «Призывом к действию» снова. «Призыв к действию». Ну и, например, вот этот. Как вы видели, все блоки у нас в двух градациях. Это светлые блоки и темные блоки. Темные блоки предполагают, что все будет залито каким-то более-менее темным фоном, либо с наложением. Ну а светлые, что они будут либо с совсем светлым фоном, либо на белом фоне, как нам здесь и показывают. Естественно, чтобы изменить этот блок под свой проект, нужно выделить его, в какой-то фон добавить, другой, например, как-то фон изменить, либо изображение поставить. Вы все это давно уже умеете делать, поэтому не будем заострять на этом внимание. Эти блоки просто готовые, собранные из тех же виджетов. Вы просто берете их, редактируете и все. Выбираете свои шрифты. В общем, делаете все настройки, как обычно. Блоки — это заготовки, с помощью которых можно собирать быстро страницы. У вас больше не будет дилеммы, как расположить элементы. Вы просто смотрите, выбираете более-менее подходящий блок, либо на 100% подходящий. Меняете его дизайн под себя, добавляете тексты, изображения, и все. Блок готов. На самом деле, Elementor обновился уже 10 марта, но все это время он находился в так называемой бета-версии. Некоторым пользователям, кто дал свое согласие вот здесь в настройках на бета-тесты, прилетела уже давно бета-версия, и разработчики исправляли какие-то ошибки. На самом деле, вот это нововведение с блоками — это не самое главное. Самое главное, что Elementor подготовили к обновлению Elementor Pro 2.0. И там будут очень классные фишки. Сейчас версия тоже на стадии бета-тестирования, и обещают официальный релиз 9 апреля. У зарубежных блогеров уже давно вышел обзор вот этой версии с блоками, но я специально не стал ее делать, чтобы никого не дразнить, чтобы не повключали бета-версии, тестовые версии на рабочих проектах, и не хапнули горе от этого. Поэтому, как только состоялся официальный релиз, я его и анонсирую. Итак, библиотека шаблонов претерпела некоторые изменения. Теперь все шаблоны разделены на вкладки «Content» и «Section». У нас можно сохранять отдельно секцию, вот таким образом, да, нажать на эту дискетку и сохранить секцию. Либо страницу целиком, вот таким образом, сохранить шаблон. Соответственно, секция у нас упадет вот в этот раздел, а «Content» или вся страница упадет в этот раздел. Ну, либо можно смотреть все разделы. Это сделано, опять же, для подготовки к Elementor Pro 2.0, потому что здесь будут добавляться дополнительные шаблоны. Диалог создания нового шаблона изменился вот в какую сторону. Теперь можно выбрать, какой тип шаблона мы создаем. Добавятся с Elementor Pro еще шаблоны дополнительные. Пишем сюда название шаблона и нажимаем «Создать шаблон». То есть добавился такой вот небольшой мастер создания шаблонов. Это не хорошо и не плохо, это просто подводка к логике создания шаблонов и для Elementor, и для Elementor Pro. Некоторые пользователи спрашивали, а можно ли как-то ограничить доступ к редактированию в Elementor для своих клиентов. В новой версии появился менеджер ролей. Конечно, в бесплатном Elementor он несколько урезан, но тем не менее он есть и можно ограничивать некоторым ролям редактирование материалов. Как это работает? К примеру, есть отдельный пользователь с ролью «Редактор» или «Эдитер» по-английски. Я хочу ему отключить доступ к редактору. В Pro-версии менеджер ролей будет еще более расширен. Можно будет предоставить доступ только к контенту. В бесплатной версии можно полностью отрубить просто доступ к редактору. Так что, если у вас еще нет Pro-версии, смело переходите по ссылке в описании и приобретайте. Посмотрим, как это работает. Нажму «Сохранить изменения». Войду сейчас в другую учетную запись, и вы увидите результат. Итак, я вошел в учетную запись редактора. Если я перейду сейчас в страницы, то выглядеть это будет вот так. Если я сейчас передвину окно, и мы посмотрим на страницы под администраторской учетной записью, мы видим, что есть приписка «Elementor». То есть «Редактировать в Elementor» есть вот такая ссылка. Но в режиме редактора этой ссылки нет. Вот у нас есть, например, страница «Видеофоны», и здесь она тоже есть. Здесь доступно редактирование в Elementor, здесь нет. Если я нажму «Изменить», то редактор будет, в принципе, отключен. У нас есть только блок от Yoast.co, и больше ничего нет. Соответственно, редактор не сможет набедокурить на этой странице. Единственное, что он сможет сделать, это изменить базовый шаблон, и таким образом набедокурить, или изменить шаблоны от темы. По умолчанию это, конечно, Elementor не затрагивает, потому что это относится к теме другого разработчика, и все учесть невозможно. Как при этом осуществляется доступ к настройкам Elementor? Перейдем сюда и посмотрим. А настроек Elementor нет. Есть доступ только к библиотеке шаблонов. Редактор может только просмотреть шаблон, экспортировать его или изменить. Но в аналогичном режиме, как и со страницами, у него не будет доступен редактор, он максимум, что сможет, это изменить шаблон представления на Elementor Holst, например, и так далее. И тоже накрутить с темой. Ну а так он ничего изменить не сможет. Ну вот, что касается менеджера ролей, на мой взгляд, это большой шаг вперед. Особенно, как я уже говорил, в Elementor Pro это будет бомбически, но мы это посмотрим, когда выйдет Elementor Pro официально. Также была немного изменена логика редактирования шаблонов. Я перейду в тип шаблона секции, и мы посмотрим. К сожалению, вот почему-то непереводимые вот эти строки. Да, кстати, новая версия полностью переведена настолько, насколько это было возможно. И попробую это дело отредактировать в Elementor, покажу, что именно изменилось. Ну вот, шаблоны загрузились. Это у меня шаблон секция. Для чистоты эксперимента я загрузил еще и шаблон страницы целиком. Вот она, страница целиком, а вот секция отдельно. Посмотрим настройки документа отдельной секции. Перейдем сюда, давайте сравнивать. Есть также заголовок, есть статус опубликованный или нет. Скрыть заголовок нам в секции этого не нужно. И, как вы можете видеть, здесь есть вкладочка стиль, а здесь этой вкладочки нет, потому что она здесь просто не нужна. Ну вот такое вот незначительное нововведение. Я надеюсь, что это как-то облегчает загрузку редактора, ну и не дает лишних настроек сделать, потому что все их можно сделать уже на уровне секции. Ну а в странице все остается как прежде. В Elementor все идет к тому, что скоро появится шаблонизатор. И для того, чтобы было удобнее управлять шаблонами страниц, добавили еще вот такую функцию сопутствующее изображение. Раньше, чтобы его установить, нужно было выйти в консоль и задать это сопутствующее изображение или изображение страницы вот здесь. Но теперь это можно сделать прямо из редактора, как вы это видели. Просто заходим в настройки страницы, задаем сопутствующее изображение, выбираем, какое это будет изображение. К примеру, вот это, вставить медиа и все, сопутствующее изображение установлено. И его можно будет выводить в Elementor Pro на страницу. Ну и заключительное нововведение – это минимальная ширина колонок. Если мы поставим вот сюда секцию с колонками, выделим колонку и начнем ее уменьшать, то раньше минимальная ширина могла достигать только 10%. Теперь это 2%. И сделали это для того, чтобы можно было более гибко настраивать меню. Потому что, опять же, в Elementor Pro появится шаблонизатор для шапок и подвалов, и можно будет более часто, более точно расположить какие-то элементы в шапку и в подвал. Ну, вот такие нововведения. Я прошу вас, ребят, если вам не нравится нововведение, не надо ставить этому видео дизлайк, потому что это не я, автор плагина. Переходите на канал Elementor, ставьте там дизлайки за то, что они это выкатили. Я не автор, я лишь показываю только то, что есть. Вы можете меня оценить за качество подачи материала, да, но за то, что вам нравится или не нравится, не нужно ставить дизлайк. Оставьте в комментарии ваше мнение, что вам именно не нравится, чего вам именно не хватает. Просто когда вы ставите дизлайк, я не понимаю, что вам именно не нравится. Не нравится само обновление? Ну, окей, претензии к разработчику. Не нравится моя подача? Претензии ко мне? Хорошо. Но как я буду исправлять себя, если я не знаю, на что вы именно реагируете дизлайком? Может быть, у меня появились молчаливые хейтеры, которые тупо ставят дизлайки под каждым видео. Ну, не знаю. В общем, вот такая ситуация. Что-то не нравится? Напишите. Обсудим. Будет что-то действительно конструктивное? Отправлю разработчикам. Я уверен, да, что там уверен. Я знаю, что большая часть моих подписчиков и зрителей адекватные люди и оставляют обычно свое мнение и адекватные комментарии. Ну все, оргвопросы тоже решили. Как вам обновление? Давайте обсудим в комментариях. Если вопросы остались, тоже задавайте. Лайки ставьте. Это меня здорово мотивирует на создание новых видео. Подпишитесь на канал, если еще не сделали. Колокольчик поставьте. С соцсетями тоже знаете, что делать. До встречи в новых видео. И, как всегда, я желаю вам хорошего дня.